Заседание Гордиционного совета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства было проведено под председательством руководителя комитета по образованию Татьяны Токаревой. Повестка дня – меры по профилактике семейного неблагополучия. О результатах работы с семьями при медицинском сопровождении граждан рассказала Наиля Абдулина, заведующая детской поликлиникой МСЧ номер 135. Медицинское сопровождение, состоящее на учёте, ведётся регулярно. Во-первых, участковыми педиатрами периодически сообщаются проблемные семьи, где могут быть нарушения прав детей в охране их здоровья. Отдельное внимание было уделено проблеме беременности несовершеннолетних и нарушению репродуктивного возраста. Изменить ситуацию к лучшему может должное воспитание детей и благополучная обстановка в семье. Помимо этого, необходимо серьёзно отнестись к подготовке несовершеннолетнего ребёнка к половой жизни. Задача учреждения в этом случае – помочь родителям и донести информацию, предоставить необходимую психологическую помощь, обучающие материалы. Основными методами работы в этом случае будут семинары, тренинги для родителей на тему полового воспитания их детей. Помощь малообеспеченным семьям – одна из социальных задач муниципалитета. За 2019 год 40 мам получили пособия при рождении ребёнка. Подано 85 заявлений о реализации материнского капитала. 77 из них на улучшение жилищных условий, остальные – на обучение ребёнка. Дополнительной мерой социальной поддержки является обеспечение учеников горячими завтраками. Также, по сравнению с прошлым годом, в два раза больше детей получили оздоровительные путёвки в стационарной организации. Насыщенной была и культурная жизнь города. По завершению заседания было принято решение продолжать вести социальную работу и принимать профилактические меры в области семейного неблагополучия, безнадзорности и права нарушений на территории Десногорска.